Иосифа Кобзона Как известно, у него было много друзей, среди которых были и влиятельные персоны криминального мира. Причем, этих связей он не стыдился и никогда не скрывал, даже открыто рассказывал в своих интервью. Одним из самых влиятельных из его друзей был авторитет от Ари Квантришвили. Вместе они создавали различные фонды на территории страны и осуществляли поддержку финансово-спортивной среды. Преступником знаменитый певец своего приятеля никогда не считал, утверждая, что он лишь приглядывал за уголовниками, тем самым поддерживая порядок в Москве. После того, как Атари убили, Кобзон полностью взял все расходы за проведение его похорон на себя, за что ему были признательны все родственники и близкие люди. После этого события за Кобзоном была установлена слежка. Это стало поводом для того, чтобы он обратился в охранное агентство и нанял несколько охранников. Для защиты собственной жизни. Связи с криминальным миром негативно отразились на репутации выдающегося артиста. В 1995 году США обвинили его в связях еще с одним влиятельным авторитетом по прозвищу Япончик и признали замешанным в перевозе запрещенных средств. На это было лишь подозрение. За это ему навсегда запретили въезд США. Иосиф Кобзон полюбился зрителям и за то, что всегда уважительно относился к ним. Он приезжал на концерты в различные горячие точки. Выступал до конца даже тогда, когда над его головой обвалилась крыша или концертный зал попадал под обстрел. В 2002 году, когда произошел захват театром Дубровки, он в первых рядах вышел на переговоры с чеченцами. Именно благодаря ему от захвата освободилась женщина с ребенком. Это спасло им жизни. Иосиф Кобзон был не просто певцом, а легендарной личностью, который общался и оказывал поддержку абсолютно всем людям, независимо от того, кем они были – его поклонниками, коллегами или представителями города.